друзья привет привет меня зовут олег меня лена и мы очень рады что вы сегодня с нами на нашем канале есть как есть у нас заканчивается в комет йог может быть и не йог будем посмотреть в общем все говорят по-разному кто-то говорит что нужно заранее заниматься в нж а кто-то говорит что пустые в геочи никого нет все пусто можно получить рандеву хоть на следующий день хоть в этот же день да мол нам пишут в комментариях тоже идите в последний день вот у вас 14 заканчивается тяните до последнего но я думаю что то что то не так вдруг что-то не то моменты донести мы придем в последний день и нам скажут а где вы раньше были мы решили до последнего не ждать так что если дадут значит дадут и кстати кстати вчера мы сделали фотографии где на вас до фотографии стоили 400 лир вот так все дорожает ничего не поделаешь сделали по 4 фотографии нам каждому вот в таких фирменных пакетиках они сделали не знаю видно будет нет это не реклама потому что сейчас в любом любом ателье в любом заходите сделаете без проблем сфотографирует 20 минут подождали получаете вот такие фотографии на e-mail тоже и на e-mail получаете тоже фотографии вот это лучше сделать заранее чтобы потом не метаться не фотографироваться там на телефон то что это все вот так вот я прошлый раз когда подавали нас фотографирует там какой-то двери как корявый черными фотографиями получились ну и кометы там фотография такая черная что там непонятно вообще как будто негр какой-то там нельзя говорить африканец или американец как как негров называют ребята ладно пошутили пошутили вот но дело в том что сплывают некоторые факты такие что вот мы вчера уже общаясь с человеком куда будем подавать на внж который будет нам собирать документы и мы предварительно уже рассказали что вот у нас дочь штабу то есть квартира записана на меня и на дочь и она сразу такая вах 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 вот это ребята вы попали типа еще и махмут лар и неважно типа что продление в общем шансы у вас невеликие хотя очень странно ведь понимаете мы же покупали квартиру двадцать первом году то есть почему у людей какие-то возникают проблемы те которые купили когда-то почему вот эти законы ночью в общем это вот раньше был закон такой что можно было вписывать сколько угодно людей а сейчас то есть вот турция такая странная страна она имеет у них законы имеют обратную силу в других странах нет если в то время ты купил в то время было так значит так тебя и остается тут как-то вот на усмотрение того кто тебе является что дочка не должна была быть в топу и вообще желательно и меня чтобы там не было у меня там и нет кстати в топу но желательно чтобы был один человек тогда нет проблем вот на будущее но но вот такой факт интересный и мы говорим что наши друзья вот ребята на днях сергей сирины получили внж да они тоже подавали у них . в топу и у них точно так же тоже аня тоже в топу но она еще и брала внж то есть она брала внж и нам сказали такую странную вещь вот если бы ваша дочка взяла внж то вы бы 99 9 десятых получили бы продление а наши дочки не нужно внж и вообще как-то странно это же две семьи она уже замужем у нее другая семья то вообще как-то не понять ничего не понимаю получается как-то совершенно нелогично то есть они сделали даже такую бумагу что наша дочь не претендует на получение внж это ты у них в герче посмотреть эту бумагу отбросили все что этим она даже не нужна а у нас сказали что вообще сказали если бы вот она тоже подавалась тогда без проблем вот где логика скажите пишите в комментариях вот кто-нибудь здесь логику видит я не понимаю почему так странно вот . не претендует и мы купили в двадцать первом году почему почему какие-то вообще проблемы должны быть свои же почему люди должны волноваться из-за этого не знаю ладно понимаю потом вот как которые купили там 75000 они придумали что нужно там оценочную стоимость сейчас уже выдумали что 200000 оценочную стоимость но кстати это мы обсудим буквально скоро про это поговорим вот сейчас мы начинаем заниматься у нас документов гора просто какая папка ну тут конечно все мы каждую бумажку вот как мы приехали сюда мы ни одной бумажки не выбросили все складываем в эту папку может они уже не нужны но они все копится и копится очень папка уже здоровая весит наверно полкило так что мы едем сейчас в аланию подавать документы оформлять документы на внж как все будет какие документы да но все не все но что-то снимем какие документы мы какие документы у нас возьмут в папку в эту розовенькую папку мы обязательно скажем но нужны даже сейчас нужны чеки об оплате то есть квиточки вот которые приходят там за электричество заводу они тоже обязательно нужны сказали даже нужно здесь о рождении дочери конечно же у нас оригинала нет и никто оригинал в общем-то я не собираюсь туда таскать оригинал посмотрим есть фотография свидетельства но в общем документов всяких куча всяких разных чтобы что будет в этой розовой папке даже сказали что неплохо было бы иметь такой документ о вашем доходе в той стране где вы живете то есть что вы получаете какой-то доход ну тем самым показать что мы здесь не работаем и просто живем и тратим деньги документ такой кстати есть у на у меня из банка потому что я кстати в прошлом году мы такой же делали олег сказал о его не нужен он не нужен я говорю знаешь что давай все-таки возьмем в банке на всякий случай этот документ а вдруг он пригодится в прошлом году нет а в этом году не знаю вот так что мы сделали и кстати и старый у нас с собой и новый тоже в общем документов целая гора в общем подстрахилились мы по полной программе в общем какие документы будут в розовой папке не приключайтесь смотрите обязательно скажем мы даже в таллине сделали специально цветные копии вот тапу вот с этой комет он тут видно что олег как негр в общем все приготовили как темнокожий загорелый 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 это точно поедем мы на нашем мотечке и он нам помогает в этом насколько там сейчас сейчас посмотрим если вообще она там иногда нужно проверять масло чтобы не словить клина все в порядке масло есть не очень полный как-то покажет может потому что он немножко за все есть все нормально поедем мы сейчас мало не я вот долго думал как мне покрасить сумочку посмотрите у меня вот так вот она облезла чтоб новые покупать смотрите вот здесь такой человек занимается он прям с кожи шьет все тапочки всякие зашел и попросил покрасить посмотрим у меня покрасит то есть сколько это будет стоить посмотрите как он то делает все у него получается здорово я вам пока покажу какие здесь тапочки он шьет здесь конечно нужно спрашивать размеры потому что у него написано к размере цен нету никаких смотрите как он делает это не просто как фломастером красит это надо покрасить и смотрите на горелке ух ты молодец как классно так он сейчас но в новую сумку сделает из старой это как всегда знаете пришел игру сверху надо немножечко подкрасить и пошло пошло поехало снизу подкрасил и сверху теперь и везде короче надо полностью все покрасить чем он решил полностью мне покрасить всю сумку посмотрим сколько будет с этим просто интересно вот сколько всего нужно покрасить и поджарить как говорится еще чем-то намазывает алина говорит возьми черный фломастер закрасьте эту кожу черный фломастер смотрите сколько работ сейчас делать пиши кирами смотрите друзья была старая обудранная сумка стала совершенно новая сказал что ничего не стоит все равно надо человека отблагодарить дома дома даже вот теперь у меня новая сумка лена говорит я бы покрасила краской для сапог но и покрасила бы и все потому что частично вот как будто здесь посветлее вот здесь посветлее осталось надо же было каста красить ну и ладно ничего страшного дали человеку немножко заработать получше выглядит так что все хорошо друзья у нас сегодня попытка номер два потому что мы прошлый раз приехали оформлять вернее не оформлять и подавать документы на внж и не попали в общем-то к сожалению к человеку который нам должен был это все оформлять по семейным социумом она не присутствовала и поэтому мы сегодня второй раз поехали надеюсь этот раз все получится все у нас получится поехали друзья мы такие довольные мы наконец-то оформили документы на внж прошлый раз у нас не получилось в этот раз мы пришли договорились на пол второго из пол второго до пол четвертого занимались только нами и оформляли документы только нам замечательная милая женщина очень такая располагает к себе все нам объяснила все рассказала все показала в общем все замечательно прошло и чаем нас напоили в общем вот мы были в этой конторе нотариальный номер 5 и скоро у нас будет рандеву сейчас я скажу по ценам нам все говорили что где-то будет стоить там до 1000 евро оформление документов что очень все подорожало но вы знаете мы даже удивились мы сейчас заплатили за два за два пакета документов на олега и на меня 15 тысяч 120 лир посчитали это получилось 510 евро но у меня была уже страховка на год сделано еще когда подавала я на прошлый внж поэтому мне пришлось сделать страховку только на год и так бы получилось бы 610 евро но не тысячу евро как говорят что тысячу где-то 1200 в общем 600 евро и две папочки готовы осталось дождаться рандеву и все что будет дальше мы будем вам рассказывать еще друзья когда мы придем домой я вам расскажу про документы все те документы которые нам понадобятся а то некоторые рассказывают какие-то небылицы надо то надо это надо 5 10 не знаю вот все что было у нас папочки все сгодилось что сгодилось все расскажу так что не переключайтесь и ставьте нам лайки обожайки друзья сейчас я расскажу все что вот мы пришли все что у нас в этих папочка находится все документы которые нам понадобились открывают свою первое что у нас здесь лежит это анкета для краткосрочного вида нажительства и тонкие то мы заполняли на английском языке здесь нужно написать имя фамилия гражданство но национальность год рождения какова цель поездки в турцию нужно указать потом значит какие на какие средства мы собираемся тут существовать и потом где мы собираемся попутешествовать в каких городах и еще самый последний пункт с какой целью подаете документы на внж вот такую вот раньше вот такую кстати по бумагу не по не писали не было такого когда первый раз мы подавали на вид на жительство это было два года назад кстати вот у нас к из-за чего в общем то и проблема то что у нас в топу вписана дочка олега аня когда мы ее вписывали нам сказали что без разницы получите вид на жительство в любом случае можете ходить человек вписать никакой проблемы нет и мы даже не подумали мы просто ее вписали она не собирается не получать не вид на жительство не ничего и не нужно просто мы и вписали на всякий случай что мало ли что с нами ну что чтобы ей ну как было меньше проблем в случае чего да а это сейчас вылилось нам проблему потому что если бы топу было только на олега то никакой проблемы с получением внж бы у нас не было а сейчас есть такое такая проблема поскольку аня в топу то вид на жительство нам дали туристический как выяснилось мы даже не знали получили вид на жительство потопу на два года и были уверены что у нас вид на жительство потопу а потом мы когда взяли ну начали уже смотреть и поняли что у нас он туристический поэтому сейчас мы будем продлеваться в общем то тоже туристический вид на жительство и вот я сказал первый документ вот такая анкета который два года назад не было дальше у нас идет чек об оплате в этом в этом чеке и страховки и пошлины но все все что нужно было оплатить все мы оплатили это один чек нам выдали потом анкета заполненная а тут наш на трех листах заполненная анкета потом копия вида на жительство турецкого вот который у нас сейчас который заканчивается потом копии паспортов причем копии паспортов не только мой мой паспорт но и олега поскольку видно жительство я буду получать как жена то есть олег получает вид на жительство а я как прицеп ну в общем как-то так вот потом значит у нас и декарта вот ну эстонская копия эстонской и декарты потом справка свидетельство о браке свидетельство о браке нужно апостелированные но у нас сам загс выдает справку которая не является апостелированные потому что на ней сразу есть перевод на несколько языков в том числе и турецкий тоже здесь есть и когда мы эту справку давали вот прошлый раз два года назад она ну как бы без проблем все прошло тут же у нас свидетельство о рождении они это тоже почему-то сказали нужно так как она в топу зачем-то нужно ее свидетельство о рождении и также ее свидетельство о браке что вот у нее есть муж это тоже зачем-то нужно но тоже копия для так и у нас значит прописка наша моя прописка и олега прописка потом значит здесь копия тапу потом страховка страховка у нас как бы написано до до 23 года и потом 24 по 25 как бы два листочка на каждый год по одному листочку и последнее что у меня здесь есть это чеки об оплате об оплате но я не знаю зачем мне сюда прикрепили потому что в принципе все чеки и все 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 считаю все все на олеге но почему-то они сюда это сочли нужным прикрепить вот у олега все то же самое в папке но только за исключением как бы скажем дополнительно здесь еще есть такая справочка мы ее брали на всякий случай не думали что она пригодится но как выяснилось вроде как пригодилась эта справка мы взяли в банке о том что каждый месяц олег получает доход но вы знаете кто смотрит наши ролики уже давно что олег работает в эстонии и получает зарплату на эстонскую карту и вот в эстонском банке мы взяли вот такую вот справочка еще нам сказали что можно взять справку с турецкого банка чтобы было видно что мы оплачиваем здесь счета все с турецкой но с турецкого счета что вы как делаем какие-то покупки ну то есть что у нас есть движение средств на счете не то что у нас нету долгу никаких нет ни по квартплатам ничего такого то есть ну вот не нужно вот это вот подтверждение то что мы все-таки живем здесь на какие-то средства и не работаем но это я думаю считаю что это правильно вот вот такие вот такие документы в общем то нам понадобилось на рандеву мы пойдем через неделю чуть больше через полторы и как будет дальше все расскажем вам следующем ролике кстати дату рандеву мы выбрали сами сейчас никаких очередей нет нам сказали что вы можете прийти хоть завтра я почему-то завтра была не готова я говорю нет давай все-таки выберем сами день вот выбрали счастливое число и пойдем в наше счастливое число на наше число на рождество хотя сказали нам так что вы можете пойти на рандеву хоть через месяц это не важно важно что ваши документы уже в системе то есть все в системе значит все нормально никаких штрафов но быть не должно то есть вы можете прийти в любое время и кстати нам еще такую вещь сказали что давайте так попозже что нам там три месяца ждали друг не дадут а вы все равно через три месяца нам сказали такую вещь что но вы не рассчитывайте что сейчас ваши документы документы будут рассматривать три месяца как неделя две максимум я говорю и чего если через неделю в 2 максимум нам скажут типа а мы вот вам не одобрили и чем мы должны это с мигалками отсюда выезжать то есть я как-то так была морально не готова я думала что на всем метре и три с половиной месяца ждут а нам сказали что через две две с половиной недели вас будет ответ ну как то вот как-то я к этому была не готова я была готова чтобы подойдем и три месяца будет нормально говорю как раз зимние месяца там будет видно что дадут не дадут так что я надеюсь конечно что нам дадут потому что все документы в порядке все в порядке в общем-то но я не вижу оснований нам не дать но видите сейчас что творится что неизвестно что есть люди которые прожили здесь по 8 по 10 лет имели постоянный вид на жительство им отказали в общем это лотерея как все говорят что это лотерея повезет не повезет друзья ну вот сегодня мы подали документы было рандеву да вот только-только мы оттуда вышли слушайте ну тут такая странная как-то система мы подходим такие стоим минут 10-15 потом смотрим все что-то пишут на столе подходим а там оказывается такой бумажка и там люди сами очередь себе устанавливают пишет первый второй третий по фамилиям но на самом деле по этой бумаге никто никого не вызывает все равно просто выходят это люди сами для себя было на десять и он выходит и ног локти по кто и все уже там идут кто как то есть вот этот список он как бы не имеет никакого значения и его даже не берут не смотрят но документы у нас приняли очень быстро вообще без проблем он только спросил наш оригинал поставил печать и все в общем-то все так что все очень быстро 1 1 1 1 мы даже и опомниться не успели как все сказал все все люди те кто первый раз подает они конечно там какую-то очередь они стоят на отпечатке пальцев там давать у нас все это есть уже там базе еще некоторых отправляют обратно вот кто сами там видно что без папок без этих даже по моему с папками кого-то мы видели что человека отправили как кого-то документа не хватало он пошел в общем-то зашел с папкой а вышел с какой-то бумажкой там типа не хватает пошел доделывать вот так что будем ждать результат теперь ждем результат надеюсь положительно надеемся и верим